И очередная посылка, друзья! Здесь у нас очень интересная штука Сейчас, конечно, мы это все будем тестить Ссылка будет в описании под видео Ну, а мы открываем Здесь, ребята, у нас должен быть Очень крутой проектор То есть такая штука, с помощью которой Вы сможете смотреть и фильмы И сидеть в интернете И играть в игры Просматривать что-то Даже, не знаю, YouTube, к примеру Ну, короче, что угодно Ну, конечно, мы сейчас это все посмотрим Как это работает Так, открываем Стоимость проектора где-то в районе 70 долларов Ну, там ссылочку смотрите в описании Потому что в Китае цены меняются постоянно Может, сейчас он стоит уже 20 долларов Я не знаю Так, вот она упаковочка Открываем Открываем Все, больше здесь ничего нет И смотрите, что мы здесь получаем Так, это в сторонку LED-проектор, ребята Так, что здесь по информации Ну вот, значит, у нас здесь разрешение 800 на 480 Входное разрешение Full HD Так, короче, ребят Можем смотреть видосы На таком дисплее Как будто телевизор на 130 дюймов Короче, проекция от 30 до 130 дюймов Ну, вы себе представляете, да? Телевизор на 130 дюймов Итак, открываем Открываем Здесь у нас Уплотнители опять идут Все здесь как бы заклеено Или что тут? Да, здесь все на клей посажено, друзья Давайте, может, так вот вытащим Так, оп Все, больше здесь у нас ничего интересного Это в сторонку И смотрим Этой стороной надо было открывать Вот Первое, что здесь вылетает Это пульт управления Пульт управления Вот так он выглядит Без батареечек Батарейки надо будет вставить Две обычные пальчиковые или мини-батарейки Сейчас посмотрим Кабель для подключений Обычный В нашу розетку Сразу вилка Здесь у нас тюльпанчики 3 Для подключения Штекер И сам, друзья, проектор Кстати, еще есть макулатура И какой-то знак качества Да, все Больше здесь ничего Ну и смотрим На это чудо Ну блин, такой Чажеленький Увесистый Здесь как будто Такой шлифованный Пластик у нас Кнопки управления Также имеются на проекторе Input, Escape Кнопочки туда-сюда Окей Ключить-выключить Так, здесь у нас вход ВГА Здесь у нас инфракрасный датчик для пульта Здесь мы имеем Значит, спереди вот так это выглядит Да Вот моделька Можете название прочитать А сбоку у нас получаются выходы Два USB Один из них выдает даже 5 вольт То есть вы отсюда сможете заряжать Свой телефон Или там другие устройства Через USB Выход HDMI Здесь у нас SD-карточка Вход Здесь у нас наушники И выход AV С этой стороны у нас Подключение кабеля И это у нас настройки Самой линзы Ну, сейчас смотрим на линзу Вот она Вот так это все, друзья, выглядит С обратной стороны Как-то вот так вот Здесь какая-то еще настройка Ну, можем, кстати, вот даже Крепить наш статив Вот Ну, что, друзья Давайте сейчас я буду Все это подключать Дело Посмотрим картинку И качество Погнали Итак, картинка уже на стене И я сейчас подцепил наш проектор Через HDMI кабель К моему ноутбуку Ну, и картинку вывел Прямо на стену Расстояние между стеной И проектором Сейчас где-то в районе Ну, до 3 метров Качество, ребят Не знаю, как сейчас камера снимает Ну, качество Давайте, может, поближе вам сделаю Покажу Чтоб вы понимали Вблизи это выглядит Как-то вот так Вот, пиксели видны Но с расстояния 3 метров Вот, с этого расстояния Вы этих пикселей Не увидите Сразу отсюда, конечно Мы можем это все управлять Прямо с ноутбука Листать это все Зайти, к примеру, на YouTube Открыть любое видео И смотреть на таком вот Большом экране Ну, я, конечно, уже все вам подготовил Сейчас вам включу Чтоб вы понимали Качество Открываем на полный экран Звук воспроизводит сам проектор Внизу есть динамик Из пульта мы сразу можем это, конечно, и добавить Можем убавить Чуть слышно, как работает вентилятор на проекторе Но если, конечно, вы будете смотреть какой-нибудь фильм со звуком Этот шумом, я думаю, не будет мешать Ну, качество вполне приемливо Я не знаю, как вам там сейчас видно Через камеру Но вы пишите свои комментарии И давайте сейчас откроем еще файлик через SD-карточку Какое будет качество Это мы дело закрываем Кстати, наш инстаграмчик ZBS.KITAI Кто еще не подписался Подписывайтесь Куча разных здесь фотографий и видосиков Итак, нажимаем на кнопочку Меню на пульте Выходим в менюшку Вот она, менюшка главная Здесь у нас что? По настройкам Есть настройки фотографий Настройки звука Настройки времени И общие параметры Как видите, все на русском языке Так что будет все понятно Нажимаем еще одну кнопку И здесь варианты подключения Через HDMI, AV, USB, SD-карту Но в моем случае надо через USB Потому что у меня флешка Так, грузимся Открываем кино Диск C И MP4 Загрузка Окей Ну и вот она картинка Я думаю, даже с SD-карты Будет поинтересней Так что, ребята Вот такой у нас сегодня проектор Пишите в комментариях свое мнение Ссылочка на него будет в описании под видео Не забываем про лайки Подписываемся на канал И ждем очередные видосы, друзья Ёжкин краб До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok